Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGP.com. Ты точно знаешь, кто победит. Что же, друзья, надеюсь, никто не успел соскучиться, никто не уснул. У нас продолжение карты команд NPSG Sports. Best of 3 противостояния, в котором со счетом 1-0 ведут TeamNP. И для вас сегодня, как и вчера, как и много дней подряд, работают Starsky и Sunlight. И рады вас приветствовать на очередном матче в рамках квалификации к The Summit 7. Как дела, Кирилл? Как? Готов к следующей карте? Готов смотреть на Энви Бажилу и на Фату, который тоже могет? Да, да, готов. Готов, Борис. Crystal Maiden Лина для SG Sports. Мне кажется, агрессию мы наконец увидим от бразильцев, и они перестанут вот так вот, знаешь, как-то терпеливо впитывать то, что делают с ними ребята из команды NPSG. Ну, они в прошлой игре пытались несколько сыграть, конечно же, в агрессию, но... Но... Не пошло. Не пошло. Все-таки пик у них был именно такой, заточенный на early-mid-game. Они должны были, по идее, там, начинать хороша стопа, да, вот этот Dark Seerage Spirit, но... Не пошло, да. Сейчас мы видим уже Crystal Maiden Лину. Отрезают у них всех неприятных персонажей. Против Лины во второй фазе. То есть, вот эта... Кэмпларка, Террор Блэйд по игре в целом неприятный. Вот. Ну, TeamNP берут уже более такой... Я бы не сказал, что пассивный пик, да, но мы видим об аддона, с которым они вчера неплохо выступали. Довольно-таки уверенно играли. Опять же, Death Profit, возможно, появится. Думаю, что Envy станет отходить. Знаешь, как говорится, дают... Если дают... Бери, да, бьют, беги. Бери, да, бьют, беги. Все верно. Опять Огр появляется. Тогда кто будет в виде? Ведь Огры Мага не постоянно ведь берут. Не то, чтобы он прямо именно в лайне сильный. Он, конечно, неплох всегда, но мне кажется, Огры Мага именно в первую очередь как Роумера берут. Значит, какие-то варианты должны быть именно с центральной линии, на мой взгляд. Ну, тут я бы не сказал, что, знаешь, там много вариантов есть еще. Вполне неплохой Шадов Финт, который действительно неплохо с игром, под аддоном. С Варлоком можно тоже через банды. Ну, очень много урона, на самом деле. Можно сыграть, опять же, через какого-то снайпера потенциально. Это может быть и... Ну, в принципе, хотя у меня немножко заканчивается. Фантазии не хватает? Фантазия, ну, на самом деле, сложно. Я думаю, что давно пора кастерам добавить функцию того, чтобы они могли видеть персонажей, которые остались еще в пике. Ну, как это видно для команд, да, когда они драфтят. Все равно немножко подзабываешь, скажем так. Это может быть и вот до этого какой-то еще в теории. Главное, чтобы не через Солар Крест, но это уже мы опустим. Да. О наболевшем за вчерашний день. Вчерашний день, вот. Ну, Боря, ну, часто я уже повторяю, правильно? Да, вчерашний день тебя немножко подзаклинил. Все будет хорошо сегодня, Кирилл. Я надеюсь, что сегодня у тебя будут новые впечатления, и ты перестанешь смотреть во вчерашний день. Ну, если я уже воспринимаю Солар Крест на ДП, как, знаешь, как что-то обычное, все нормально. Ну, Манки Кинг. В принципе, это довольно-таки ожидаемый драфт. Это действительно хороший герой по длину, причем персонаж, я не считаю, что прям сильно потерял там свою актуальность. Просто действительно команды научились против него играть, нежели персонаж стал хуже. Это безусловно. Да, его как бы нерфили. Вот, но все дело в том, что команды научились. Да, первое время он удивлял эти непонятные появления, откуда ни возьмись, убийство там двух-трех курьеров за игру. Это было очень грязно. Сейчас попроще. 35 секунд, почти все. Дополнительное время Энви потратил. Ну и нужно показать, я думаю, нам сейчас персонажа центральной линии. Абаддон, наверное, будет сложную. Вряд ли это будет керри Абаддон. Хотя вот с НП такое тоже возможно. Не, ну мы видели уже, как МСС отыгрывал на Абаддоне. Эмбер Спирит. С ДП. Ну, вот Эмбер Спирит появляется. Это, по всей видимости, для Энви. Ну, вот тут опять же тоже непонятно. Действительно, в МИДе Эмберу будет очень туго стоять против Лины. Особенно там под присмотром обезьянки. Вот, но... Ну, 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 да не, все же, будет плохо. Хотя есть кореш, он Джоггер. Кореш, приди, порядок на виде. Да, я как бы, ребят, я не призываю вас там привыкать к моему названию игра. Но он же действительно приходит в МИД как кореш и помогает. Так что, ребят, ничего личного. Я называю некоторые вещи своими именами. А вот и Вивер, которого сами в SG Sports банили на той самой первой карте. Сейчас забирают его себе. И будет ли это керри Вивер? Да, это, безусловно, будет керри Вивер. И это действительно хороший драфт. Он очень агрессивный. Плюс он действительно хорошо подходит по всех этих персонажей. У Тим НП нет сейчас хорошего противопоставления. Есть Эмбер, который там может очень нами словить. Но это несерьезно. Стан Агра тоже, как бы, воспринимать Сома не стоит. Вот эти персонажи, типа Варлока, Абаддона, Агров, он будет очень хорошо чейзить. И действительно может спокойно вырезать. Опять же, Вивер может купить здесь Диффуза. А Диффуза, как бы, это такой один из сигнатурных айтемов на Вивере. И он также хорош против Эмбера. Он может снимать щит Абаддона, даже баф. Ну, то есть здесь действительно Диффуза. И там очень обширное применение. Ну и последовал бан Никса для SG. Вот Тим НП. Собственно, действительно неплохой персонаж против Эмбер Спирита. Им очень приятно ловить этого героя. И банится Медуза, который Эмби любит побаловаться. Да, Эмби на ней невероятно хорош, соглашусь. Не стоит, не стоит давать Медузку. Медузка, кстати, тот герой, который, знаешь, способен уничтожать и пятерых героев команды врага. При прочем перефарме. Но я думаю, что SG Sports прекрасно понимает. Здесь, мне кажется, SG Sports должны уже как-то агрессивнее сыграть. Мне кажется, мы увидим фрагов 10, а то и 15 к 10-й минуте. Мне кажется, здесь будут активные перемещения и драки. Ну, опять же, тут большую роль сыграет то, как они стартанут. У них действительно очень мощный драк со старта. Возможно, некоторые проблемы будут все равно Медя именно с Огром, как его выгнать. Да, все-таки персонаж... Я бы не сказал, что он там первой свежести, но точно первой плотности. Вот. Поэтому действительно, Алини может быть неприятно. Он может дать и старт какой-то Эмберу набить крипов, принести себе там классочку, топорчик, там какой-нибудь. Ну, он не знает, они вообще очень обмазались. Горизюка. Действительно будут проблемы серьезные у Тимон Пи. Я не знаю, что они сейчас должны выиграть, чтобы, знаешь, что я прям сказал. Вау, Тимон Пи, да у вас есть... Как бы... Хорошие герои, вы легко можете победить. Ну, в случае с SG Sports еще нужно реализовать. А вот тебе и Void фирменный от Envy. Я говорил по поводу Войда еще вчера о том, что оно действительно неплохо против Омни Найта, но я не вижу ничего вот именно под этого самого Войда. Я вижу четыре милишника. Против Омни Найта. Думаешь, так не работает? Ну, если SG не ошибутся, если они не начнут творить невероятный какой-то трэш, изобретать супер велосипед, ныне неизвестный человечеству... На квадратных колесах. На квадратных колесах, я не знаю, там, может, на подушках. Как амфибия. Ну, не должны они проигрывать эту карту. Как бы я ни говорил, что там TeamNP и команда выше классом, по-моему, только что они передрафтили сами себя, а SG на характере показали, что тоже умеют делать хорошую драфту. Безусловно, понимание Dota и HD Sports есть. Не просто так они выиграли квалификации, добрались до мажора, и на мажоре тоже показали себя, в принципе. Команды-то неплохо, и исполнять они умеют, и драфтили они там. Те вещи, которыми играть умеют, вполне возможно, это, опять же, тот же драфт, которым они способны разваливать. Ну, выглядит очень пассивно именно у TeamNP. Тут вся надежда на Фату и на, собственно, суппортов команды TeamNP. Если они смогут как-то остановить каток вот этот безумный от SG, смогут там переломить в каких-то замесах ход, собственно, этих драк и набрать преимущество ранее на Эмбере, они могут, да, бегать, напрягать линии, но, опять же, я не вижу, чем они будут убивать этого вивера. Я не вижу то, как они справятся с Omni-Night'ом, точнее, с вивером под Omni-Night'ом. Вопросы. Одни вопросы, и, надеюсь, обе команды нам дадут ответы. Да, посмотрим. В любом случае. Смока разбиты, классические мувы по попыткам поставить обсерверы во вражеских лесах. Пайлайдай. Есть AC Vision. у команды SG Sports, и под этим обсервером сейчас находятся три героя. И ответный, собственно, вард. Также на возвышенности, который дает хороший обзор руны, который дает информацию о передвижениях вражеского кора Смидена сюда, на шрайн. Идет он отпевать святыню, не идет в каком состоянии там находится. Эта вся информация теперь будет в руках NP. Ауи по-другому не играет. Только ботинок. Только ботинок, только хардкор. Арбовеном должен же появляться тоже рано или поздно. Без Арбовеном, я думаю, Огурмак не так... Не-не-не-не, Ауи и так не играет. Что на тренте, что на игре. Этимбилд 1. Это... Транквилы, Виндлейс, и... Там стики, причем не прогрейженные. И урна. Поехали. Не прогрейженные, это обязательно, да, как я понимаю, пункт плана? Ну, по крайней мере, знаешь, еще не было такого, чтобы стики были загрейжены. Прыгает собачка. Собачка поджигается. Кингарди выводит из состояния курьера и серьезно падает мувспид. Да, очень, не знаешь, читерна эта тема с превращением в курьера и получением мувспида курьера. Мне кажется, так не должно быть. Ну, тут, как бы, сложно. Тут либо ты меняешь мувспид у курьера, либо ты выбираешь превращение совсем в курьера. Что-то незаметно, если будет медленно передвигаться на кинг. Ну, в миде ожидаемо такой неприятный немножко войнам для все-таки для Эмбера. Разминает очень сильно. Но сам просел. У Флэмгвард вообще ничего не сможет защитить, ведь пока там второго уровня, лучше даже, наверное, третьего не будет Флэмгвард, будет Фодор сбивать его костами и все равно разваливать Фату. Ну, Фата все равно держится молодцом. И сейчас, собственно, Лина сделала серьезную ошибку тут. Огар. Да ладно? Ауи! Ну, конечно, уже не убьет, но... Это было хорошо. Но, тем не менее, он его запорсил на шрайн. Лина... Он будет сейчас гонять эту Лину. Она бездоровья. Фласку она только себе несет. В это время Эмбер получает в миде. Лина не получает с этой пачки ничего практически. Хотя рейндж-крип остается. Но Огар продолжает бесчинствовать в миде. Ну, это вот... То, о чем я и говорил. Хороший старт для Эмбера может... Может сделать очень неприятно. Ауи ничего не боится. Просто идет. Тейва ворует руну богатства тем временем на топе. Ну и... Кингерди тоже, кстати. С G-спорс неплохо богатство контролирует. Разве что неудержимый Ауи все равно свою руну богатства находит. МСС. А нет, Кингерди зря, наверное, бегать за МСС. Там и Афотик Чайлд, который нужно сбивать. И, в принципе, МСС не то, чтобы очень боялся Манки Кинга. По крайней мере, пока. Да и Энви вроде тоже фармит. У меня идея, сейчас проблемы будут у Лины. А, тот самый кореш. Чины, кстати, по двум крипам не попадают, по-моему, вообще по самой Лине. Но... Хватает, хватает в любом случае урона и... Поздно здесь появляется Кэт. Кстати, а мне кажется, Кристал Мейден в PvP-то проиграет Огромагу. Он ее прогонит отсюда без шансов. Ну, то, чтобы проверить... Ну, действительно, хорошо Ауи делает все. В этой игре максимально он Space Created для своей команды. Я не совсем понимаю, почему они решили, что Манки Кинг должен стоять как-то там на боте. То есть он стоит в пуле. Да, ЦМК это, конечно, не лучший лейн-суппорт. Тем более, что против Абаддона. Но то, что Манки Кинг ничего не делает, есть хорошо. Фаттон получил свой четвертый. Также с четвертым и Фоддер. Но видим, что Эмберспириту явно легче становится со второго уровня флейнгвардом. Ждем третьего. Посмотрим, как изменится там мироощущение у Лины Кингарди. Их, и фанчик гоняет МССа. Неприятно, но не очень страшно. Я смотрю, МСС, ну, как бы, и вроде бы боится этих парней, но и силу своего персонажа абсолютно точно понимает и чувствует. Да не, он здесь абсолютно не проседает. Он стоит нормально, но... Другое дело, что... Манки Кинг стоит, там, подпуливает, немножко подворовывает экспириенс. Слегка. Тигер тут потенциально может и один стоять, да. ЦМК фармить лес, АМК, там, топ-мид передвигаться, там, воровать баунти руны, как бы, скаутить агра. Это то, что он должен делать. А получается так, что Огар просто алибос такой. Бегает, делает, что хочет. Да. Сейчас бы взять Огар-мага и Орлигейм одним героем выиграть. Лина уже ушла в лес. Кстати, у Энви серьезные проблемы. Обхивил от Пайлайдая замедляет Тейва, но при этом сам Пайлайдая подставляется, хилится там во всю Энви, хилится, хилится, и... все же отдает. Пайлайдая не стал пытаться тачковать, хотя второй таймлок можно было и постараться, там, разочек для Тейва выписать. Маны там не было над перификейшн. Мне кажется, Энви продался для тиммейта. Опять Лину выгоняет Огар. Ну, Фата должен демонстрировать класс в этой игре. Как считаешь, это будет Эмберспирит через дэмэдж магический или через Физу пойдет Фата? Против этого драфта что интереснее смотрится? Не, не, Физу точно не надо. Потому что Гвардия Нэнджел? Ну, и поэтому тоже, в принципе, да нет, здесь ему нужно спейс сделать, он не должен играть жадно, никто уже не собирается так, в принципе. Прошлый век, и действительно, Пэмбер все-таки больше такой плеймейкер, нежели даталый кор. Сейчас на боте возможно будет нападение. Ливер все еще пятый уровень, потому что можно было бы попытаться, но нет увижуна. Дягает у нас здесь. Ауэй, немножко он растерялся. Как Лина ушла в лес, Манкикинка уже под мидом выседает. Кстати, имеет четвертый уровень. Возможно, и не так плохо то, что он формил. Ну, поздно себе просто, Ауэй и принес вар, что он мог бы контролировать полностью эту ситуацию с Линой и с фармом. Ой-ой-ой. Ауэй! Ауэй! Ну, вообще дикий. Да, перецягивается под мид варлок. Ну, если фата не сможет, я думаю, что... Никто не поможет. Это, ну, он и может помочь. Если он выйдет в какие-то диффуза, потенциально можно еще пробовать. Проблем в том, что Кэт и Тейва очень серьезно там Энви Хараси. Да, я вижу, что по Крепстату он, в принципе, не проседает, но при этом линия не сладкая. Да, ну, не сильно. Да, не, как бы Энви тут... Кингерди, проблемы. Ошибся, по-моему, фата, и станы не выпустят. Как отыгрывает в этой ситуации он Нинайт очень хорошо сыграл. Отменил телепорт, Энви просто прыгнул прям к нему. В упор он дал перефитвейшн и мог погибнуть, Энви. Но, благо, он имел тп-шку и смог улететь на базу. Там буквально 100 хп оставалось, но через турманшилу тяжело очень. Начинаются размены. По всем, вообще, сторонам этой самой карты. И МСС я вижу, Хараси, и Хэфанчик, и в миди трэш просто какой-то. И, кстати, первая реализованная Лагуна Блэйд от Фодора гонится за Пайлайдайм. Здесь через секунду будет Лайстрайк Эр. И Кингерди прыгает. Есть Станчик. И Пайлайдай здесь закапа. У Тауи приходит слишком поздно. Замедляет Фодора. Получает от Кингерди дэмэдж. Фата прыгает. Есть лечейный 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 в наличии. Фата пробивает Фодора. Есть четвертый флеймбар, так что Фодор не смог этот самый флеймбар быстро сбить. И также, смотрю, здесь отличный инфюджет рейндроп. Его спасает. Кингерди до конца. Еще одни чейные. И, похоже, Фата вновь погибнет. Это вторая смерть Фата за 2 минуты. Какой провал. Пайлайдай нужно убежать. Но, похоже, это Фитфест. Или нет, МСС подсейвил. А Фотик Шайлд неплохо. МСС самому бытере отступить. Да, есть у него Борвитайм. Но проблема в том, что демэдж никто в Борвитайм не даст. Ну, у него не было улита изначально. Он не был вкачан. Он прям вкачал, вот когда нажал его. Ну, раскаятили. Грамотно раскаятили этого Эмбера. Опять же, тут все дело в том, что... Действительно, слабый старт. Этот варлок, он ничего не может сделать абсолютно. Вот если сейчас СГ не сбавят темп, они могут спокойно идти катком по всем этим персонажам. Потому что их не спасти. Их не подсейвить ничем. Слушай, на второй раз мы видим вторую карту подряд варлока. Вторую карту подряд хочется, чтобы этого варлока не было. Вот просто дайте любого другого героя. Дайте этому парню поиграть. Ну, потому что с этим персонажем нельзя играть пассивно. Зачастую варлока берут как хорошего лейн-спорта. Да, он хорош. Ну, вот мне сразу же игра соло вспоминается, потому что я не могу представить более агрессивные действия от варлока, чем варлок от соло. Да не, я бы не сказал, что варлок от соло действует агрессивно. Скорее, его команда действует агрессивно. В этом сей суть, что с варлоком ты не можешь играть пассивно. Почему? Потому что варлок, как я и говорил, он хороший лейн-суппорт, но он хорош, не против во мне на это, во-первых. Во-вторых, там зачастую кэри уходят с линии, этот варлок получает быстренько шестой и присоединяется, пока, скажем так, ему делают в каком-то плане спейс. Здесь же никто спейс ему не делает, он прибегает от драки, еще там умудряется умереть. Как бы, ну, толку от этого варлока совсем нет. Это как это бетрайдера в прошлой игре, в принципе. Что есть, что нет. Немножко передрафтили сами себя. У Тейва могут быть проблемы. Энви, Энви, отличная хроносфера, без вариантов. И Фата пилит, и Энви пилит, и Тейва отправляется в таверну. Между прочим, пятый Нэтворст на карте приплыл. 670 монет в пользу команды Энпи. Так, у Ауи могут быть проблемы. Хефанчик забирает ускорение руну, еще и богатство пошел взял. Но не будет харасить, наверное, Ауи. Зачем им этот парень? 9 армора, 1000 хп, Ауи, и Транквилы. Хефанчик не мазохист. Все-таки это будет Эмбер через Вейл даже. Бедная Ауи, не может тебя найти в такой акре. Вот, действительно пассивные персонажи. Прям, знаешь, как будто стесняется толстячок этот. Я имею в виду, конечно же, герой. Толстячок. Подумать. Да, а вы не толстячок совсем. Я даже сказал, по-моему, наоборот. Тауи. Просто дераться, я помню, когда я видел его где-то на лане, был худющим парнем. Топ. Начинает напрягать. СГ понимает, что нету у Вайдахрона сферы, нечем дефать. И потихонечку начинает отжимать тавера. Тоже. НП стянулись мид. Пытается как-то там пробить вышечку сейчас после этой пачки. Но уже перетягивается Лина с цемкой. У меня на это останется пушить, если что. Кингарди есть в Уконс Команд. Можно дать ультимейт. Нет, что-то Кингарди засмущался. Тут какая-то была мискоммуникация. Так, находит Тауи. Ауи тп-аут. Да, сбивать тп-ауты особо и нечем. Кингарди еще один секунд баунный страйк в кулдауне. И на Пайлайдае просто забили. Понимаю, что его тоже не убьют. Фата. На то две проблемы. Ну вот, дождется окончание действия и постарается как-то Тейва быстро убить. Верификейшн. До свидания, говорит Тейва. Ну, это провал. Это полный провал. На что рассчитывал Фата? Неужели думал, что он его успеет стереть до захила? Но там явно не хватало урона. Все же нет вейлов дискорда. Были бы вейлы, может быть, еще и получилось бы так быстро убить. Но без вейлов никак. Энви доняет вышку в миде. Ауэй поднял дабл дэмэдж. Адриана ловит у Фодора проблемы. И, по всей видимости, его здесь будут разваливать. Еще и зачем-то Кэт влез в эту хроносферу. Куда вы поплыли, господа? Нет, нет отдачи от пайлайдай. Да. Так, ну а тут размен. Все же МСС забирает Кингарди вместе с Хеффанчиком. Ну, мне, тем временем, уже приобрел мидас себе. Кстати, решил не брать 20 к опыту. Взял что-то к золоту. Будет такой плотный парень. Ну, такие отдачи, знаешь, они неприятные. Что делает Энви. Странные вещи происходят. Неприятно отдавать Лину. Еще и ЦМ-ку подменять. Ну, ЦМ-ку прям, знаешь, я пойду с тобой. Если ты умираешь, я не хочу жить без тебя. Просто вот зашел в хроно, умер вместе с тиммейтом. Драгон Лэндс уже появляется у Вивера. И выходит он в те самые диффуза, о которых я говорил. Да, быстрые диффуза блейды здесь будут очень серьезным таким подспорьем в деле уничтожения ребят из Тим НП. И у них будут явно проблемы. У Мни Найт в 700 монетах от Даггера. Манки Кинг с Фейзами пока просто занимается различными вещами. Роумит что-то там где-то пытается подфармить. Ну и у НП не все гладко. Похоже, игра пошла не по плану. А если и по плану, то явно команда SG Sports. Эмбер Спирит думает о покупке Блэдмейла. Скажи, Сенлайт, почему именно Блэдмейл и... Потому что ему грустно. Как бы это не звучало. Ему действительно грустно. Энви? Он такой же какао. Он грустит, что ничего не может сделать в этой игре. Энви заставляет его играть. На том, что им не подходит конкретно в этой игре определенно. Ну... Тут Ауэ и по-хорошему нужно бегать как раз таки за Энви. Как бы стараться его бафать. Но это... Это не тот плейстайл, который Ауэ и хочет. Я хочу убивать. Первый Блэдлаз там тоже много не набафаешь. Ну, нет. Это очень спорно. Первый Блэдлаз как раз таки... Я бы даже сказал, что он слишком сильный. Для первого уровня прокачки. 30 атак спида, 10 атак спида это много. Стирают мгновенное Энви. Энви не успевает сделать таймлэпс. Фодор опять дарит ему в лицо Лагуна Блэйд. Ну... Вся игра такая будет. Отдачи по одному. Они бегают по одному, потому что собираться импетером... Ну, нет смысла. Им нужно фармить. Фармить им нужно много. Ну... Все же идут сюда. Ого, смотри. Огр замаксил стики. Ну, точнее, загрейдил. Но в целом по билду я не ошибся. Да, урны есть. Но вот, урна с нулем зарядов. Такая себе история. Да. Не знаю даже. Что посоветовать ему имберспириту? Все же берет ТВЛА. Это будет что, попытка от Фата расплетить линии? Где-то найти фарм на сторонах? Ну... Это единственная, как бы, опция, да? Я бы не сказал, что... Хороший таурдэмэдж есть у СГ. Вивер вообще как-то играет сверх пассивно. 1-0-1. Формит лес. Там, в одну линию долбит. Как бы, не присоединяется вот к своей команде. Либо эта команда не хочет с ним играть. Тут непонятно. Видимо, Найкс все-таки ударил по морали в прошлой игре. Вот, но... Вся опция для НП здесь, это действительно сплетить, фармить, оттягивать максимально в лейтгейм. Там у них шансы есть. Действительно, там у них есть шансы. Свой дом с жутко отфармленным, как бы... Можно. Можно играть. Мне нравится МСС и его, знаешь, хороший настрой на эту карту. В 17 минут он хочет все еще купить Мидасик, все еще на него фармит. И, знаешь, ничего не испортит настроение. Фанчик может сейчас попытаться пробить МСС, но... Идея не из лучших. Жирный обаннон и барвейт тайм. На топе упала вышка. Ну, они недолго били. Там потратили примерно минуту-полторы. Браулины уже успел, наверное, два раза откатиться ульт. МСС, барвейт тайм. Баунды страйк не стал кидать в Кингардио. Вовремя отменил применение способности и не захилил лишний раз Абаддона. Тейва захиливается. Сдд. Воет долбит лес. Мидас, зайцы. Хочет только на больших крипчиков. Хотя там... Не совсем сейчас есть смысл, наверное. Слушай, ну что, будут размениваться тир-два в тир-два, пытаться? Хотя... Патю нужно быть осторожнее. Сейчас бы куда-то подальше. Ну, не смогут МП размеять вышки точно. Подпушить, да. Перетянуть, да. Сг же не пойдут на хайграунд. У них еще много опций. Они могут сейчас стараться отрезать врага от фарма. По крайней мере, вот этих трех персонажей. Да, да. Пускай этот вводит с Эмбером в фарме. Они могут пылесосить два леса, завардить карту. Держать примерно, скажем так, оппонента в устье в какой-то степени. Добить вот эту вышку на боте. Попробовать с сайтом видео Рошана. Тут много опций. То есть, тут есть развитие. Нашли Энви. Энви не выпустит. По идее, и станы или выпустят Энви на хайграунд. Попытка сделать тэп-аут. И... Да, здесь Тейва на даггере приходит. Хорошо. Перрификейшн, тычка. От Кристал Мейден. Очень нужный фраг. 65 урона. Залетают в полайду. Сэмочки. Мощно, мощно. Ну... На самом деле, и так Энви повезло. Там практически все шарды мимо него пролетели. С Фризинг Филу на собственность. Да, там действительно немножко не без удачи. Очень мне нравится Фростбайт, который является эффектом рутов. И он не позволяет сделать из него какой-нибудь блинг, там таймволк или прыжок миран. И все это жестко контрится. И проблема в связи с этим у Энви. Ау, и его одинокая урна. Я не знаю. У меня сейчас слезы на глазах будут уже. Я вот все же жду включения вивера в эту игру. Не нравится мне, как он играет. Действительно, бомбит лес. А почему тебе это не нравится? Ты думаешь, нет смысла ему в фарме какие-то суперключевые артефакты сейчас? Фарик, больно. Его никто убить не может. А он играет очень пассивно. Ну почему вот так вот безнаказанно огар толкает топ? Ну что это за дела? В это время вивер лесок бомбит. Ну он мог пойти подгрызть действительно этого ограм. Да здесь дело не в игре. Дело как раз таки в том, что им нужно поджимать своего оппонента, отрезать его от фарма, играть в экономику. Но он не хочет. Не хочет. Он прибежал на бот, где без того находятся еще два героя. Вот у абаддона проблем не будет. Но решает выходить в последнюю вышку на боте. Ну ладно, в таком случае окей. Кэмпи старается разменять ее на топе. Практически есть уже манта у Майдан. Майдан использовал возможность. Прибежал с макей, завардил на перетяжечку. Барабаны. Ну отыграю в принципе другого не ожидал. Быстрый, могучий, толстый. Живучий. Живучий, да. Ну вот это можно к толстому отнести. Что ж, Энви давит. Энви под Бладластом четвертым чувствует себя великолепно. Но там размениваются. СЖ также ковыряет вышку. Если Энви занимался Тир-1 вышкой, то там Тир-2 падает. Достается она Линочке. Ну и будут потихоньку подгрызать эту лыжку на боте. В действительности нечем дафать НП. Все, что не могут, это сплитить. Но они сейчас пятером. Энви попытка подзапрыгнуть, возможно, для хроносферы. Но хрона ставить не в кого. Откровенно говоря, уже уходит отсюда из G-Sports и никого здесь не поймают. Война не стянули всех героев в какой-то степени даже НП. Уже были заранее готовы к чему непонятно. Но во всяком случае, что сейчас дальше происходит. Абсолютно на Вижене бегают НП. Рассредотачиваются по карте СГ. Стараются максимально забирать фарм. Видимо, Вивер решил выйти в манту. Интересно. Почему манта-стайл? От какого контроля от чинов он собирается спасаться? Да, да, в принципе, чины. Посмотрим, как это ему будет удаваться. Алина под руны дабл-демеджа заходит в рост шпит. Нужно ей какую-то подкрепку. Они закрывают все те опции, которые я назвал. То есть у них есть Вижен. Они знают о перемещениях. Конечно, могли бы чуть быстрее играть в эту игру. Ну, и так неплохо. Все-таки бразильцы, как мы выяснили, альфа-версия греков... Да, 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 альфа-демо, альфа-демо. Но на самом деле и бразильцы сейчас очень жесткий спад. Ну, нет, я бы не назвал спадом. Они как бы играют, так как играли. Потому что их переоценили. Все. Проблемы могут быть у Ауи. Хефанчик поехал сюда и находит еще и Энви. Энви. Есть у него L-Time Delation, но у него серьезные проблемы. Тайболки ему не дадут сделать. Маны его лишают. Невероятно быстро виверы. Да, он тоже хотел сферу поставить. Но не фуза. Не прощает, не прощает. Я смотрю, четыре раза ПТ-шку в драке переключил Энми. Что он там пытался на этой ПТ-шке сыграть? Ну, видимо, пытался найти недостающую манну, собственно. Ну, так и не нашел. Какой-то очень жесткий получается умни на этот Тейва. Я смотрю на этого парня. Он пытается выйти в Рейденс. И у него есть Пайп, есть Блинг Даггер, Мидас и Аркейн Буци на 24-й минуте. Мэджик Вонт Пурмальчил тоже можно. Не скидывается щитов. В общем, невероятно богат. Мананчик вот передвигается у нас по карте. Ну, и начинает опять подгрызать эту вышку, собственно. Единственная проблема, что действительно нету Tower Damage'а. То есть сложно выбираться. И за счет этого NP с трудом, но опять же говорю, могут кампэкнуть. Могут кампэкнуть, вынести обрежденные артефакты. Ага. Что это за болезнь такая у меня на это? Точнее вообще в американской сцены с этим Рейденсом. Я не знаю. Но, видимо, считают это очень крутой артефакт. Ну, на самом деле он и так, в принципе-то, неплохо. И дэмэдж наносит, и миссы накидывает. Захиливает Хэфанчик. Очень неприятно. Но он с Айекисом, он может позволить себе разминать эту вышку. Пока снесли 600 хп, и можно продолжить это давление. Если снесут тертревышку, там появится новая опция под названием «Снос святынь». Куча денег. Здесь Лейна получает. А она репел и начинает разваливать. Отзонили опять команду НП. Фат пытается сносить дэмэдж. Очень много урона. Реведж. Да, баллы с страйки очень классные. Неплохие ячейные заезжают. Хэфанчик все еще живет. Хэфанчик, по-моему, еще, да. Даже Айекис не отдал, а значит, что Фаты будут проблемы. Фата, Фата погибает. Ну, как будто просто умирать. Фата шоу, чувствую безнадежность. Бытие. Но на самом-то деле, драка без диффузов, что она такая святая, как бы. Стены где-то последнего не прилетала, но все-таки решил прилететь. Дома же действительно нету стенажа. То есть, я и говорил, еще на драфт стадии, что у них 4 милишника. Что они будут делать в хроносферу, непонятно абсолютно. Ну, может быть, Энви услышал мою просьбу о том, что хотелось бы увидеть борьбу, и не хотелось бы увидеть опять 2-0 на счете финальной карты. Возможно? Да, 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 в определенном. Это точно так. Ну, сейчас. Пересоберутся с мыслями СГ. Подождут пока откатятся ультимативные способности. Продолжат свой натиск. Но появляется диффузап. Появляется диффузап. 40 секунд, правда, еще уедут до сферы. Но я все равно. Пока с трудом могу представить, как это им поможет. Нет, кажется, демиджа будет больше за счет диффузилблейдов. Но проблема в том, что диффузилблейд не позволит все равно убить вивера, того же самого за хроносферу, потому что сзади будет стоять он не найд, который его просто будет хилить. Проблема МСС, МСС, МСС Барвит Тайм. И Хефанчик продолжает пилить барак. Он все еще не потерял Аегис. Подрепел его. Верно. Казарму магов бьет Хефанчик. Сидит сейчас где-нибудь на кухне, грустит Каспер, потому что его расстраивают такие парни. Но Хефанчик упертый. И своей цели все же достигает. Хотя в размен на Аегис. Но ты можешь сыграть с ним в шутку. Ловит его в хроносферу. Неплохо ставит Энви. Купол их. Вот они милишники наваливают в этот Кронос. Классная работа от Энви. Раскастовывается Кэт своей ультой. Вивер прилетает сюда. Есть таймлэпс. После байбек он сразу же в драке. Фато стерли мгновенно. МСС по огоне МСС тоже убили. Проблемы серьезные могут быть у товарища Энви. Его грыз жук. Снимал из него армор. Пайлайдай обхивлом замедляет всю команду. Нэжи Спортс. Но приходит Хефанчик. Разваливает Пайлайдай за это дело лицо. И Фато, Фато, которого нет байбека, здесь в замесе пытается выигрывать время для своей команды. Но все же поебает. Это ультра килл от Хефанчика. Лагуна Блейд. Рэмпач не увидим. Умудряется забрать Кристалл Мэйден Дэдфраг. И похоже первая карта будет заканчиваться. Сейчас для команды НП. Б70 секунд без Эмбера. Да, прошу прощения, вторая. Без Эмбера 70 секунд я не представляю, как действие. Байбек от Ауи. Все равно, довольно-таки я промечу, сыграл. Вот, кстати, еще мы не учили тот момент, что Манда действительно хороша против. Тайм-диалейшн. Ну, как я пишу. Да, 28 минут знаешь, какие-то быстрые, мощные игры. Мне нравится. Ну, правда ведь. Ну, отвратительный драфт в НП. Не, ну, отдать должное СГ. Отдать должное им стоит, да. СГ все-таки хорошо сыграли. Там, да, некоторые были вопросы поначалу. Но, как показала игра, все-таки все у них, как бы, более-менее нормально было. Отдельно, наверное, стоит сказать о том, что Умни-Найнд здесь очень хорошо сыграл. Топ он действительно круто отстоял. Там и Вайда прогонял, и даже там в соло, когда приходил туда Афата, он его убивал. И Фодер здесь хорошо отыграл. Несмотря на то, что у него действительно были проблемы в миде, он, там, не то чтобы не сдался, но он понял, что ему просто стоит уйти в лес. Да, и, то есть, он там не начал ныть, там, придите, помогите. Ну, возможно, там, я не знаю, наверняка говорил он об этом. Может быть, он ныло, и мы сказали, стой, терапия. Он не фидил. Понимаешь, он не фидил, и это главное. То есть, он действительно в этой ситуации принял грамотное решение. Ну, что по поводу TeamNP, ну, драфт наше все. В одной игре они пикают, как боги, в другой игре они пикают, как андердоги. В любом случае, друзья, будет у нас третья решающая карта этого интереснейшего противостояния. NP и SG Sports через несколько минут на канале Beyond the Summit. Друзья, подписывайтесь на наши соцсети Dota, SLTV, ВКонтакте и в Твиттере. Sunlight, Dota и Starsky TV, ВКонтакте и в Твиттере. Также нас с Кириллом находите и не пропускайте матч, который для вас комментируем. Кирилл еще и дотку катает, между прочим, по-серьезному. Небольшая реклама, музыкальная пауза. Друзья, вернемся к вам через несколько минут. Не уходите далеко, не уходите надолго, не переключайтесь. Будет продолжение. Егейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП КОП. Ты точно знаешь, кто победит.